Шокирующее открытие учёных Кембриджского университета. Наш мозг уменьшается в размерах. Учёные уверены, именно поэтому мы ведём себя всё более странно. Теряем инстинкт самосохранения. Верим в зомби. Забываем, кто мы. Поклоняемся неодушевлённым предметам. И добровольно превращаемся в диких животных. Первый в мире военный гей-парад. Мисс Командор. Кто строит европейских военных? На моём лице всё написано. Робот может всё, что угодно. И даже мамой он может быть. Если хочешь, можем включить свет и посмотреть какой-нибудь ужастик. Тебе больше не будет одиноко. Испанский инженер создал себе женщину мечты. А теперь намерен стать отцом первого в мире ребёнка, рождённого андроидом. Разработка робота-ребёнка, который обладает комбинацией вашего мозга, вашего физического генома, ваших черт, ваших эмоций, она уже возможна. Только нам Сержи Сантос покажет, как именно он собирается это делать. Эксклюзив засекреченных списков. Люблю, не могу. Да что вы вообще знаете о чувствах? Люди думают, что большая разница в росте – это проблема. Но это не проблема. Гарем – это модная тенденция, которая докатилась до западных окраин. В мире полно женщин, которые мечтают об этом. Хочешь стать второй женой? Спроси Азада как. Единственное интервью создателя сайта необычных знакомств российскому телевидению. Один боится волосатых людей, а другой – плохих селфи. Фобии современного хомо-сапиенс. Это не мир сошел с ума. Врачи-психиатры пытаются удержать мир от того, чтобы он не сошел с ума. У Америки новый враг. Русские хакеры угрожают США вместе с зомби. Этот план был выработан военным стратегическим командованием. И в нем рассматриваются несколько сценариев зомби-атак, угрожающих политической и экономической стабильности Соединенных Штатов. Вера на любой вкус. В Москве верят, что счастье возможно только без трусов. Мы за то! А на Урале – что золото можно получить из фекалий. Рецепт в сказках Бажова. Читайте между строк. Мы живем в мире всерозволенности. И в свое время Честер там сказал, что когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. Мы расскажем о самых диких выходках цивилизованного человека. И, возможно, после того, как вы изучите засекреченные списки современных безумств, то решите, что древние предки были гораздо умнее нас. Черити Пирс и Тони Сауэр поженились год назад. Жениху 22, невесте 38. И знаете, о чем думал парень, когда вел под венец женщину, которая не только старше его на 16 лет, но и тяжелее примерно на 300 килограммов? Для Черити это вторая свадьба. И она мечтала именно о такой, с белым пышным платьем. Ведь в первый раз церемония была скромной. Срок семейной жизни, кстати, тоже. Но она успела родить дочь, которая здорово помогла маме со свадебным нарядом номер два. Выбирать его пришлось онлайн. Ведь Черити не так-то просто встать с дивана. А жених по традиции не должен видеть платье невесты до церемонии. Мне нравится это платье. Это платье моей мечты. Оно правда прекрасно. Мне тоже. Оно тебе очень подойдет. Мне еще нравится то, которое посередине. Какое из двух тебе нравится больше? С Тони Черити надеется жить до самой старости. Ради него она даже похудела на 170 килограммов. Но это не означает, что молодой супруг заставляет ее голодать. Мы делаем китайские блюда или чипсы с соусом, такос и мороженое. Маслаю Мохаммеду из Ирана 92. Три года назад он овдовел и со временем стал мечтать о новой семье. Найти невесту в родной деревне оказалось не так-то просто. Все женщины тут замужем. О том, что повезти супругу у кого-то из соседей, не могло быть и речи. Глава практически каждой местной семьи приходится Маслаю сыном. Наследников у него 18. У всех по 3-4 жены. В итоге подругу мужчине решили искать в другом селе. Поиски длились недолго. Одно из первых фото жениха увидела 22-летняя Муна и тут же влюбилась. Я сразу поняла, этот мужчина станет моим мужем. Это фото как магнит, притягивала, и я счастлива, что стала его женой. Как люди встречаются, в кого влюбляются и ради чего женятся в 21 веке. На седьмом месте засекреченных списков. Самые безумные новобрачные мира. Самые дикие свадьбы и извращенные сексуальные тренды. Вы даже не представляете, насколько зла бывает любовь. Это индиец Зиона Чана с семьей. Она занесена в Книгу рекордов Гиннесса. У мужчины 39 жен, 94 ребенка, 14 невесток и 33 внука. В доме Чана живет 181 человек. Многие считают его сумасшедшим, но он называет себя самым счастливым на земле. А вот типичный современный житель Англии. Это Азид. От моей второй жены из Йемена. А это сын от моей первой жены. Это София, тоже от первой жены. У нас три жены, один муж, 11 детей и мы семья. Если б я был султан, я б имел трех жен. Это у нас. В Европе сегодня горе может завести любой мигрант или беженец с Ближнего Востока. Вы извольте многоженство позволить, потому что оно в любом случае гораздо более естественное, чем и на полыбране. И ведь даже западные женщины нередко готовы быть частью гарема. Почему, знает Скотт Беннет, специалист по психологическим операциям. Он разрабатывал их для армии США. Пока не начал активно критиковать Запад. В первую очередь за двойные стандарты. Тогда офицер снял погоны и превратился в изгоя. Не только для бывших коллег. Для демократических СМИ тоже. Травма, которую нанесли западные женщины за последние 40-50 лет, она взрастила поколение, которое внутри практически пустое. Образ брутального, решительного мусульманина обещает женщине ревнивую опеку и отношение к ней как к собственности. Но многие женщины ищут именно этого и наслаждаются этим чувством защищенности. Новый британец Азад Чайвала сразу почувствовал новый тренд и решил занять нишу в бизнесе, пока еще свободную. Предприниматель разработал сайт, который называется «Вторая жена». Люди заводят там анкеты, как на обычном сайте знакомств. Но есть условия. Мужчина должен быть женат, а женщина готова стать младшей женой. Азад верит, что когда-нибудь глобальная сеть и ему поможет найти вторую супругу. С россиянами он откровенничает впервые в интервью с засекреченным списком. Пожалуйста, заводите себе вторую жену. Только не ходите по проституткам. Не занимайтесь случайным сексом, не заводите любовниц. Найдите себе вторую жену. В мире полно женщин, которые мечтают об этом. Азад уверен, его сайт знакомств осчастливит тысячи людей. Новые желающие расширить свою семью регистрируются каждый день. Соотношение мигрантов и европейцев примерно 50 на 50. В ЕС вторая жена считается законной, только если она вступила в брак там, где многоженство разрешено официально. В итоге мигранты везут своих невест, к примеру, в Йемен, и возвращаются обратно со свидетельством о браке. Для остальных Азад тоже придумал выход. Я не предлагаю им ставить официальные подписи. Я предлагаю им пойти в церковь или мечеть. Однако следующий шаг – борьба за официальный статус для многоженцев и в Европе. Азад Чайвала понимает, что быстрым этот процесс не будет. Но в успехе не сомневается. Полигамия станет еще более распространенной. Женщины пойдут искать настоящих мужчин. Они придут к одному и скажут, пожалуйста, возьми нас всех четверых. Женись на мне и на троих моих подругах. Спрос на сильных полигамных мужчин возрастет. А вот один из самых известных российских сексологов Лев Щеглов не верит, что многоженство может стать нормой для тех, кто не вырос в соответствующей культурной среде. Несмотря на то, что люди, которые мало одного партнера, есть и у нас, и в Европе. Нет каких-то людей, которые могли мечтать о многих женах или жены о многих мужьях. Есть просто люди, настроенные на полигамные отношения. Но это их психологическая проблема. Это люди не готовые к браку. Посмотрите на этих троих молодых людей. Гей. Гей. Супергей. Правда гей. Они тоже семья. По крайней мере, считают себя таковой. И очень гордятся тем, что открыто живут втроем. Каждую неделю мужья выходят в прямой эфир в популярной соцсети, чтобы ответить на вопросы. Их задают прежде всего те, кто подумывает о шведской семье. Ребята, а как вы спите, если живете втроем? Потому что я сплю всего с одним человеком, и то есть проблемы. Дайте мне вам объяснить. У нас две кровати кинг-сайз. В мире стремительно набирает популярность новое течение – полиамория. Полиаморами называют себя те, кто хочет быть в отношениях сразу с несколькими людьми. У них есть основной партнер и 3, 5, 10 второстепенных. Мужчин, женщин, иногда и тех, и других. В зависимости от предпочтений. Просто всегда мне нравился не один человек, а несколько. А так вот, а потом просто сама по себе пришла. О, полиамория такой есть. Есть люди, которые, ну, такие же, как я, которые живут в целом семье, любят друг друга, и это восхитительно. А эти двое устраивают для полиаморов психологические тренинги. От клиентов нет отбоя. Это так прекрасно во всех отношениях. Я чувствую, что я расту. Я могу быть с другими людьми. И я как бы подпитываюсь энергией от них. Если у нее есть любовник, и он неподражаем, он мой дорогой друг тоже. Мы же говорим про сегодняшнюю молодежь, которая меняет партнеров как перчатки. Проблема в том, что ничего не является сдерживающим фактором. Но таких любвеобильных людей на нашей планете пока еще немного. Большинство же, уверяют психологи, по старинке мечтают встретить единственного и неповторимого. Каждый человек в юности мечтает, хотя мало кто исполняет, а именно о верности. Я верен тебе, ты верна мне. Но даже тем, кому другого не надо, иногда хочется задать один вопрос. Где вы вообще умудрились найти друг друга? Вот ты где. Как ты, малышка? Малышка. Самые безумные пары. Совсем скоро. Только в засекреченных списках. Замуж за камень. Да что вы вообще знаете о любви? Он не уйдет от тебя. Он не изменит тебе. А также. Секс 21 века. На лицо прекрасные, управляемые изнутри. Первое, что я сделал, я поместил сенсоры вот сюда. В лицо, рот, грудь, талию, руки и вагину. Поэтому она чувствует, когда в нее входят. Новое военное телевидение. Все, что хотят знать, но боятся спросить, трепетные американские новобранцы. Привет, ребят. Как вы? Сегодня я отвечу на один вопрос, который мне задавали много раз, потому что я открытый гей и служил в армии. То ли люди, то ли куклы. То ли звери. Мой внешний вид стал внешним фильтром, который отсеивает людей, которые немало интересны. Что русскому смешно, то миру новый кошмар. Семь страхов человека 21 века. Кто-то там задумывается о техногенной катастрофе, кто-то там уже видел там маленьких зеленых человечков, которые где-то мелькали, и эти понимают, что скоро ухо не обрушится и высосут у всех крови. Вы ничем таким не страдаете? Вы просто не знаете, что такое агорофобия и номофобия. Но прямо сейчас вернемся к бракованным. Они на седьмой строчке топ-листа безумств, которые приобретают глобальный масштаб. Это засекреченные списки. Амельда Эрл из штата Теннесси только в 71 встретила любовь в своей жизни. Любовью оказался 17-летний Гэри Хардвик. Пара узаконила отношения, как только Гэри стал совершеннолетним. Причем ради Амельды парень бросил 77-летнюю девушку. Я знаю женщин, которым много лет, и которые ищут отношения с молодыми. Они не понимают, что в этом есть какая-то аномалия. Они реально считают, что они нравятся молодым. Только не понимают, что те к ним приходят из своих глубоких комплексов. Вот ты где! Как ты, малышка? Малышка! Знакомьтесь, Аманда Амазон и Серджио Миранда. Аманда-модель. Рост почти 2 метра. Вес почти 130 килограммов. Серджио всего 161 сантиметр, а весит он почти в три раза меньше Аманды. Вместе они смотрятся странно, но их любовь сильнее предубеждений. Серджио говорит, он единственный, кто искренне любит Аманду. Мне всегда хотелось высокую женщину и большую женщину. И Аманда не устояла. Отказала всем поклонникам и осталась Серджио. А вот еще одна пара, которая будоражит воображение. Энтон Крафт. Человек, рост которого всего 134 сантиметра. Он профессиональный культурист. Чайна Белл. Темнокожая модель. Трансвестит. Они встретились случайно на улице и влюбились с первого взгляда. Люди думают, что большая разница в росте – это проблема. Но это не проблема. Я-то как раз в своей практике больше вижу людей, которые хотят быть вместе, которые хотят найти своих близких людей. То есть все равно были люди и будут, которые будут как-то духовно пытаться скрепляться, находить друг друга, прибиваться. Этот мужчина женился на кобре. Решил, что змея – это реинкарнация его погибшей девушки. Одна американка вышла замуж сама за себя. Церемония состоялась у Эйфелевой башни. Брак зарегистрировали по скайпу. Сегодня можно найти кучу, скажем так, психически странных людей, которые вступают в брак с муляжем, утащенным из швейной мастерской, или там с персонажем какого-нибудь эротического фильма. Австралиец Джозеф Гисо женился на своем лабрадоре Хани. На свадьбу пришли 30 родственников и друзей пары. А это Трейси Эмин. Она вышла замуж за камень. Муж ее старше, гораздо старше. А, да, я забыла, она вышла замуж за древнюю скалу. Он не уйдет от тебя, он не изменит тебе. Правда, я бы вот боялась, что уроню и потеряю супруга, или разобью его, но любовь слепа. И вы думаете, что перевернулся только мир семейных отношений? Знаковые события для вооруженных сил Европы. В Германии командиром батальона Бундесвера стал «Трансгендер». Для встречи командира направо. Подполковник Бифонг до 40 лет был мужчиной. Но потом решил, бороться надо с врагами, а не с самим собой. Теперь он женщина не только в душе, но и в душе. После операции по смене пола, карьера Насти Бифонг пошла в гору. 12 лет она только мечтала о повышении. А теперь ей доверили целый батальон связи и обеспечения в городе Шторков. Его личный состав насчитывает 750 человек. На моем лице все написано. Я безумно рада оказаться в этом новом подразделении. И не только потому, что живу поблизости. Меня тут приняли с распростертыми объятиями. И я рада, что предстоящие три года буду служить в этой части. Эксперты отмечают, что назначение трансгендера командующим батальона не случайно. Этот демонстративный жест говорит о новой безумной тенденции, которая в ближайшие несколько лет охватит полмира. Концидент в Бундесвере, он связан с теми самыми программами трагедриарности, которые США навязывают Европе. То есть это такой модельный случай, который в дальнейшем, возможно, будет развернут в какие-то более массовые случаи применения. Неужели Запад скоро будет закупать для своих армий не только бушлаты и сапоги, но и кружевное белье с розовыми чулками? На шестом месте списка современных безумств «Разнополая армия». Смотрите далее в засекреченных списках. Трамп запрещает транссексуалам служить в армии. И чуть не доводит страну до радужной революции. У людей сложилось такое представление о военных, что, мол, весь такой сильный, сплошной тестостерон, создан убивать и узко мыслит. Но это неправильно. На самом деле военный должен быть красивым. Не женщина, не мужчина и не трансгендер. Но согревает холостяцкую постель. Ей показалось, будто я испытываю одиночество или чувствую себя брошенным. Мне кажется, это очень по-человечески. Только в засекреченных списках. Откровение человека, который мечтает о ребенке от робота, созданного им самим. А также зомби в американских фильмах. И в американских новостях. Он стал душить меня. Рвал на мне волосы. Пытался выколоть глаза. Но прямо сейчас разнополая армия. В засекреченных списках. На шестой строчке безумств, которые охватили весь мир. Это Антуан Лавуа. Обычный американский военный гомосексуал. У него есть собственный канал, где он призывает геев идти служить в армию. Привет, ребят. Как вы? Сегодня я отвечу на один вопрос, который мне задавали много раз. Потому что я открытый гей и служил в армии. Все спрашивают меня, каково это быть геем в армии. У людей сложилось такое представление о военном, что он должен быть сильным. Но это неправильно. Я служил 8 лет. И в основном я встречал толерантных людей с открытыми взглядами. А это американский солдат-срочник. Тоже гей. Он тоже с теплотой вспоминает о службе в армии. Говорит, гомосексуалов американские военные принимают с распростертыми объятиями. Меня зовут Крис. Мне 23. Я родился и вырос в Пенсильвании. И я гей. Что значит быть геем в армии? Ну, я могу сказать, что у меня там появилось много друзей. Американское общество пытается реагировать толерантно и реагировать очень терпимо к тем вещам, на которые, в принципе, в нормальном, здоровом, традиционном обществе принято либо их не замечать, либо относиться к этому нейтрально. Глядя на этого мужчину, ни за что не подумаешь, что когда-то он был женщиной. Американец Логан Айрлэнд воюет в Афганистане, а в родном городе его ждет девушка. Люблю тебя. Я люблю тебя. Она была очень удивлена, когда я сказал ей в лицо, что я трансгендер. После того, как предыдущий президент США Барак Обама разрешил трансгендерам служить в армии, вооруженные силы за один только год, их записалось 15 с половиной тысяч. Гормоны? Я колю их каждую неделю, уже больше трех лет. А вот Кристин Гарсия, трансгендер, полицейский. Я превратилась из мужчины в женщину, но профессию выбрала мужскую. Свой секрет Кристин раскрыла руководству только в 2015-м. Говорит, была готова к худшему, но получила повышение и прибавку к зарплате. Ваши водительские права? Сара – еще один полицейский трансгендер. Она рада тому, что ей больше не нужно прятать свою сущность. Иметь женский склад ума и мужское тело очень тяжело. Но почему люди, которые мечтают выглядеть и вести себя как женщины, не вышивают крестиком, не работают на почте и не пекут пироги? Ответ гораздо проще, чем кажется. Дело в том, что трансгендеры идут в армию, чтобы поменять пол. За счет военного бюджета страны. Сначала контракт на службу и медицинская страховка. Потом операция и длительная, весьма недешевая гормональная терапия. Американские налогоплательщики боятся, что они будут платить еще за собственную армию в бюджет страны, поддерживая медикаментозно трансгендеров. Трансформация даже одного такого бойца обходится бюджету в кругленькую сумму. Общие расходы на это дело оказались настолько огромными, что в конце лета 2017 года у президента Дональда Трампа сдали нервы. Он заявил, что трансгендеры в армии больше служить не должны. А ты-баты шли ЛГБТ-солдаты? Американские военные уже не могут воевать без регулярного подвоза Кока-Колы и биотуалетов. Во-первых, это красиво. Первый в мире военный гей-парад. А сразу после самое страшное. Я хочу пожелать вам всем хорошего окончания выходных, а мы с моими собачками отправляемся домой. А также самые искусные манипуляторы женским сознанием. Каким образом им удается подчинять себе сотни молодых и красивых? Алекс нас учит правильно общаться с мужчинами. Быть свободной, раскрепощенной, счастливой. Но прямо сейчас в засекреченных списках такая разнополая армия США. Офицерский состав, высший офицерский состав, не подчиняется своему верховному главному командующему. Безумие мирового масштаба. Шестая строчка нашего топ-листа. В середине 2017-го Дональд Трамп написал в своем микроблоге «Государству нужны деньги на вооружение, а Америка не может тратить колоссальные суммы на смену пола и гормональную терапию военных трансгендеров». Это акция протеста, которая была организована в Нью-Йорке на следующий день. Главный лозунг – «Право трансгендеров – право человека». Даже Пентагон, в конце концов, оказался на стороне тех, кто хочет и служить, и сменить пол. Но почему трансгендеры вдруг стали иметь столь большое значение для американской армии? Все проще простого. В 2016-м году на должность министра армии США был назначен геоактивист Эрик Феннинг и вскоре был отменен принятый в 1993-м закон, который называют «Don't ask, don't tell» – «Не спрашивай, не говори». Он не запрещал американским военным быть геями, но запрещал быть открытыми геями. Отмена его открывает новую эру для вооруженных сил страны. Представители гей-лобби по всей стране отметили эту важную новость. Они долго боролись за это и с полицией, и с армией, где геев и лесбиянок среди служащих насчитывается порядка 65 тысяч. И вскоре все 65 тысяч солдат и представителей военной номенклатуры совершили камин-ауты. Как вы думаете, чья рубашка им ближе к телу? Единомышленников или военного ведомства? Аналитики уже назвали заявление Трампа самым большим политическим провалом, и президент поспешил включить задний ход. Как ваш президент, я сделаю все, что в моих силах, чтобы защитить наше ЛГБТ-сообщество от жестокости, давления и ненависти зарубежной идеологии. Ситуация с трансгендерами в американской армии была весьма забавной, потому что Дональд Трамп, выполняя свои придурные обещания, попытался ограничить присутствие их в составе вооруженных сил. Но министр обороны просто не подчинился. В этой связи президент потом просто сдал назад. Затем это решение было закуплено судом, и по сути речь идет о нонсенсе, о том, что офицерский состав, высший офицерский состав, не подчиняется своему верховному главному командующему. Это трансгендер, который недавно попал на обложку популярного журнала для мужчин. Что это? Издатели сознательно издеваются над мужской аудиторией? Или таким образом пропагандируют третий пол? Для меня это реинкарнация самой себя. Все так, как должно было быть. У меня на этот счет вопросов никогда не возникало. Но трансгендеры и без всякой рекламы буквально рвутся к оружию. Но как и против кого собирается воевать ЛГБТ-сообщество? У трансгендеров во много раз больше мужчин, которые хотят получить женские документы и женское тело, и они не заточены на службу в экстремальных условиях, условиях армии. Вот такие пропагандистские ролики делают сами трансгендеры в погонах. Посмотрите на их решительные лица. Возможно, американцам и европейцам действительно кажется, что с такими защитниками они в безопасности. Но военные эксперты готовы с этим поспорить. Европейцы в большинстве своем воевать разучились. Американские военные уже не могут воевать без регулярного подвоза Кока-Колы и биотуалетов. А американские мурпихи отказываются идти в бой, если нет туалетной бумаги. А это уже сами американцы делают пародию на свою доблестную армию. Никто и не сомневается. Шлепать друг друга по пятым точкам ЛГБТ-вояки действительно умеют. А вот американские солдаты танцуют на военных учениях. По всей видимости, врага они намерены победить, заставив его помирать с осмеху. А это? Думаете, вечеринка ряженых и городских сумасшедших? Нет. Военный парад. Точнее, военный гей-парад. Он торжественно прошел в Сан-Диего в прошлом году. Видите, как гордо вышагивают американские гей-патриоты. А вот как армия с ЛГБТ-солдатами выполняет строевые команды. Очевидно, что волна безумия захлестнула даже самую негибкую и консервативную структуру – армию. Что уж говорить об остальных. Это Евгений Болотов – обычный столичный житель. Правда, люди вокруг смотрят на него странно. Этого красавца украинский турист заметил в Испании. Мужчина с кучей металлолома на лице пользовался огромной популярностью. А это узнаете? Кен. Точнее, Родриго Альвес. Бразилец, который решил стать красивым. Я не хотел выглядеть как кукла. Я просто хотел усовершенствовать себя. Сегодня он доволен собой. А вот окружающим, кажется, все-таки переусердствовал. Мексика. Ничего особенного. Просто с семьей на прогулку вышла женщина-вампир. Новое глобальное безумие. Люди больше не хотят быть такими, какими создала их природа. В 21 веке можно запросто стать эльфом, дьяволом, куклой Барби, аватаром – кем угодно. Корпорация монстров на пятом месте засекреченных списков. Гоа. 2017 год. Самые свежие кадры с ежегодного парада фриков на пляже Арамболь. Люди со всего мира съезжаются сюда, чтобы оторваться по полной в кругу себе подобных. Однако сегодня такого рода персонажи выходят из тени не только на Хэллоуин или по случаю вечеринки для городских сумасшедших. Они повсюду. Всегда. Им реально нравится. Некоторым нравится ужасать и удивлять всех вокруг себя. Производить вот такое вот кошмарное впечатление. Это бразильянка Элейн Дэвидсон. Женщина – дырокол. На ней в прямом смысле слова не осталось живого места. Она носит на себе 10,5 тысяч сережек. Украшения весят больше двух килограммов. Я хожу по разбитому стеклу, ложусь на гвозди. Я засовываю гвозди в нос, в язык. Это интересно. И потому, как я делаю это снова и снова, боли совсем нет. Монстры всего мира будто ведут между собой необъявленную войну за место в книге рекордов Гиннеса и право называться самым персингованным, татуированным, да просто странным человеком на свете. Но ради чего? Очень часто это крик о помощи. То есть сегодняшняя эта мода меня заботит тем, что если во вчерашней моде чаще должны были разбираться психологи, то да, в сегодняшней моде, может быть, иногда должны разбираться психиатры. Это колумбийский диджей Кейм Мортис. За 11 лет кропотливой работы над собой ему удалось превратиться в дьявола. А этот мужчина, видимо, в детстве очень любил собирать пазлы. А когда вырос, сделал несколько тысяч татуировок в виде фрагментов головоломки. Леди Дракон. Когда-то она была мужчиной по имени Эва Тиамат. Вот он на фото. Вполне обычный человек. Что потом щелкнуло в его голове? Отчего он решил превратиться не просто в женщину, а в женщину-рептилию? Я, очевидно, самый модифицированный транссексуал в мире. У меня 8 рогов на лбу, я удалила уши, нос и большинство зубов, разрезала язык и сделала татуировки по всему телу. После этого Леди Дракон наконец-то находится в полной гармонии с этим миром. Но, во всяком случае, она так считает. Я хочу пожелать всем хорошего окончания выходных. А мы с моими собачками отправляемся домой. Ребят, пойдемте. У Генри Родригеса из Венесуэлы в один прекрасный день появилась мечта – превратиться в героя комиксов. В красного черепа. Феи с волшебной палочкой рядом не оказалось. Зато нашелся подходящий пластический хирург и тату-мастер. В итоге Генри выкрасил свою кожу в красный и отрезал нос. Теперь он – уважаемый человек в мировой корпорации монстров. Я встречал людей, которые в психозе отрубали себе пальцы, зашивали губы. Вот у нас есть один эпатажный художник, который себе и мошонку привел на Красную площадь. Это люди обестоленные. Понятно, что сами люди-монстры так не считают. Нет-нет, я нормальный. Такой же, как и все остальные. Но психиатры настаивают. Желание выделиться, превратившись в Человека-паука, Женщину-кошку или Волон-де-Морта – ничто иное, как психическое отклонение. Человек неразвитый, в смысле психологически, человек, не умеющий выстраивать отношения, не умеющий нравиться и быть интересным другому человеку, может впасть в этот соблазн, удовлетворять себя с помощью миража. Тату-мастера всего мира уже не справляются с работой. Их клиентами становятся уже 15-летние дети. Этот мужчина, известный под псевдонимом Анзол, преобразил себя так, что его теперь откровенно пугаются. Но самого Анзола это не смущает. Я люблю свое тело. Мне нравится, как люди на них смотрят. Мне нравится, когда гладят мои татуировки, когда интересуются моим песенком. Анзол признается – в школе он был вечным объектом насмешек и мечтал стать, как все. Это тяжелый период моей жизни. Там я отличался без собственного выбора. Просто я был самым маленьким, самым страшненьким, маленьким человеком, мальчиком в классе. И вот мальчик для битья – это я. Но школьные годы чудесные прошли. Анзол вырос и решил быть ни на кого не похожим лучше. А еще надо научиться плевать на то, что думают о тебе другие. Новая внешность, как говорит он сам, сделала его свободным. Мой внешний вид стал внешним фильтром, который отсеивает людей. Например, одной девочке нравится мое тело, но она не хочет со мной целоваться. Ее побивают на смех, и как-то все противно. Или не лезь мне в уши своими языками. Ну, опять же, это тот же фильтр, который работает. Внешний фильтр от дебилов, как я называю. Теперь Анзол общается только с людьми, которые принимают его таким, какой он есть. И их немало. Одной из первых с внешностью Анзола смирилась его мама. Одно утешает, что это его творчество. Хотелось бы, чтобы, конечно, уже он прекратил эти поживления. Он для меня, он сын. Он всегда останется сын. И всегда он у нас хороший. Психологи подтверждают, такие люди часто оказываются натурами с тонкой душевной организацией. И им, несмотря на кажущееся равнодушие, просто необходима любовь близких. Это вопрос о том, насколько тонкая психика, насколько психоэмоционально человек подвержен вообще депрессиям, насколько чувствительный человек. Сегодня Анзол занимается тем, что помогает всем желающим найти себя. С помощью татуировок, пирсинга, сексуальных практик и модного экстрим-хобби подвешивание на крюках. Процедура выглядит жутко. Эта девушка решилась на такое впервые. Можно было бы сказать, что каждый сходит с ума по-своему. Но ведь все эти странные люди нередко навязывают свое представление о прекрасном всем остальным. Это польский рэпер и по совместительству боец смешанных единоборств Попик Монстр. Такой способен отправить в нокаут одним своим видом. Однако он решил, татуировок по всему телу будет недостаточно. Попик решился на крайне опасные инъекции красителя в глазные яблоки. Эта бьюти-процедура уже лишила зрения нескольких экстремалов. Попику пока повезло. Он все еще видит мир. Но теперь в зеленом цвете. Боль стала особенно сильной на следующий день. Как будто кто-то тушил сигареты, а мой глаз. Я не мог спать два дня. Весь день я использовал эту хрень, чтобы промывать глаза. Это помогало, может быть, на час. А потом все по новой. Мои глаза болят. Они болят, но игра стоит свеч. А это монстр спустя несколько дней во всей красе. Вы бы рискнули посмотреть ему в глаза. Чех бунтарь. Вот он хочет. Вот такая момента. У него шизофрения происходит. И как бы он делает. Ну, не знаю, какие-то несогласия. Может быть, с обществом. Это глобальное такое. Этот мужчина нарастил волосы на лице. Теперь раз в месяц он стрижет бороду. Но остальную шерсть трогать не разрешает. Еще бы она стоила ему немалых денег. Самый свежий тренд 2017 года – волнистые брови. Гламурные модницы просто пищат от новинки. В салонах красоты, которые предлагают услугу, запись на два месяца вперед. Когда-то девушки массово увеличивали губы. Теперь они оказались на обочине моды. Ведь те, кто в тренде сегодня, губы себе наоборот ушивают. По-моему, это скорее психиатр. Да, это определенная субкультура, но это действительно развивается в болезни. Когда человек начинает, кажется, ну, а вот я еще добавлю, и тогда будет наконец-то красиво. А как вам новая деталь женского гардероба? Трусики с пушапом и эффектом верблюжьей лапки. Вот как они смотрятся на девушках. Безумная мода шагает по планете из Азии. Когда-то такой эффект всячески старались замаскировать. А сегодня трусики расхватывают в магазинах, как горячие пирожки. И первые в очереди леди из Англии. А это новый тренд для сильного пола от фирмы Димонда. Брюки с эффектом голых ног. И ведь некоторым нравится. Кольца в нос, рога, ампутация ушей и невинные на фоне всего перечисленного татуировки – это далеко не полный арсенал безумств 21 века. Впереди еще четыре строчки топ-листа самых безумных способов сойти с ума в современном мире. Америка подарила миру очередной безумный тренд. С прошлого года страну не отпускает каулрофобия. Страх перед клоунами. Их в Штатах боится буквально каждый третий. Неспроста. Сотни сумасшедших регулярно устраивают в разных городах флешмоб. Они выходят на улицы, одетые клоунами, и доводят людей до инфарктов. Более того, клоуны-убийцы перекочевали в другие страны. Они теперь орудуют в Европе, Австралии и Новой Зеландии. Жители этих стран уже обращаются к психологам с вопросом. Как ходить по улицам и не бояться, что за углом на тебя набросится клоун? А этот шутник ходил недавно по улицам Санкт-Петербурга. Правда, для него все окончилось плачевно. По всей видимости, наши люди каулрофобией не страдают. У каждого человека есть инстинкт самосохранения. В случае опасности активируются важные жизненные системы. Проявляется нечеловеческая сила. Обостряются реакции. О скорости бега позавидует любой спринтер. Но в 21 веке инстинкт самосохранения все чаще срабатывает в холостую. Люди боятся вещей, над которыми можно разве что посмеяться. И совершенно игнорируют реальные угрозы. На четвертом месте засекреченных списков – самые сумасшедшие фобии. На ваших экранах эксклюзивное видео из личного архива американского бизнесмена Рона Хаббарда. Этот люк посреди чистого поля ведет в подземный дом, который построил Рон для своей семьи. Я думаю, конец света произойдет при моей жизни. Я достаточно молод, так что, скорее всего, увижу либо его, либо Третью мировую войну. Боязнь Третьей мировой и апокалипсиса – один из самых популярных страхов. Такие фобии охватывают реальным страхом только психически нестабильных людей. Потому как для обычного усередненного человека есть более реальные фобии – будущее детей. Материальное свое положение. Страх потерять работу, если она ценна и привлекательна. Но лишь немногие готовы взять судьбу в свои руки, как Хаббард. Он сам спроектировал бункер, где собирается спасаться от катаклизмов. В качестве материала он использовал вот эти трубы. Узнал, что именно из таких строится убежище для правительства. Есть и другие опасности. Нас беспокоят новые угрозы. Электромагнитные излучения, солнечные вспышки. Матушка природа может наслать на нас любые несчастья. А если, к примеру, в Америке отключится энергия, 100 тысяч людей умрут в течение двух-трех месяцев. Интерьер внутри бункера, как в хорошем отеле. Запасов пищи хватит на три месяца. Хаббард считает, его семья имеет все шансы пересидеть в сложные времена. Человек очень боится за благополучие своих близких, своей семьи. И на самом деле человек очень боится завтрашнего дня. В штате Индиана есть целый подземный отель. Здесь 80 человек смогут укрыться от любых бедствий. Конечно, если уже сегодня забронируют и оплатят место. Если верить одному российскому блогеру, деньги не пропадут зря. Александр Горянский утверждает, что он рассчитал очередную дату конца света. Расшифровал послания из аудейских книг. Говорит, раньше древние тексты толковались неправильно. Все числа, я вам скажу, из 2-й Короческой и 2-й Короческой приводят нас на период времени 2018-2025. Если мы отсчитаем Сулейману Виколепну, то мы переходим на 2018 год. В этом году должен появиться настоящий мессия. Александр Дворкин, главный российский сектовед, как-то раз пытался пересчитать все апокалипсисы, которыми нам грозили. Досбился со счета. Сибирский Виссарион, который предсказал конец света, который начнется в 2002 году, закончится в 2012. Но потом все-таки он отменил этот конец света. Не конец света, так гигантский метеорит. Не метеорит, так повышенная волосатость и селфифобия. Вы даже не догадываетесь, сколько новых страхов стали испытывать люди. Человеческая фантазия круче романов Стивена Кинга. Кто-то там задумывается о техногенной катастрофе. Кто-то там уже видел там маленьких зеленых человечков. Я не трус, но я боюсь. Как трихофобу не умереть от страха на пляже? Примите удобное положение, иначе испортите фото. Какие снимки провоцируют приступы новой болезни селфифобии? Это является симптомом душевного заболевания. Это сфера деятельности моих коллег-психиатров. А также атака пострашнее хакерской. Кто подсиживает русских в американских теленовостях? Этот план был выработан военным стратегическим командованием. И в нем рассматриваются несколько сценариев зомби-атак, угрожающих политической и экономической стабильности Соединенных Штатов. Гуру тантрического секса и ловкий манипулятор женским сознанием. Каким образом он заставляет выполнять все свои прихоти? И почему женщины поклоняются ему словно божеству? Алекс нас учит правильно общаться с мужчинами, быть свободной, раскрепощенной, счастливой. Что-что? Но прямо сейчас топ-7 самых диких страхов в мире. Это розыгрыш. Проверка реакции людей на падение метеорита. Разумеется, все очевидцы в панике. Ведь боязнь природных катаклизмов – одна из самых популярных фобий в мире. Вот конкретные фобии и страхи, они преследуют человека. И это нормально. А вот страх, что вдруг Земля столкнется, а вдруг с Альфа-Центавра у нас высадятся какие-то иные пришельцы. Ну, по-настоящему это способно испугать только очень психически проблемного человека. После десятков фильмов-катастроф люди стали с недоверием относиться к природе. В то, что Землю способны уничтожить супервулкан или цунами, верит каждый второй житель планеты. Кто-то там задумывается о техногенной катастрофе, кто-то там уже видел там маленьких зеленых человечков, которые где-то мелькали, и эти понимают, что скоро они обрушатся, и высосут от всех кровь там. Ну, и прочее, и прочее, и прочее. И потом, увы, все-таки вот эта вот такая вот, я уже говорил о массовой голливудской культуре, она действует. Но все это глобальные коллективные фобии. А ведь в дополнение к ним есть специфические индивидуальные страхи. Специально для вас рейтинг самых дурацких кошмаров. Седьмое место. Погонофобия. Боязнь бороды. Только представьте, каково людям с таким страхом сегодня, когда отрастить бороду считает своим долгом каждый второй мужчина. Шестое место. Трихофобия. Боязнь волос по всему телу. Это является симптомом душевного заболевания. Это сфера деятельности моих коллег-психиатров. Пятое место. Трифофобия. Оказывается, прийти в ужас можно от вида полостей, дырок и отверстий. Некоторые особо ранимые дамы и джентльмены даже теряют сознание. Чтобы диагностировать у себя трифофобию, достаточно приставить пчелиные соты. Тесто с дырками или семена лотоса. Четвертое место. Новая болезнь общества. Селфифобия. Боязнь неудачных селфи. Посмотрите на этих жертв в плохих фотографиях. Кому захочется оказаться на их месте? Есть очень много людей, которые не требуют госпитализации. Социально они не опасны. Он не будет с топором бросаться на прохожих. И в то же время психически они не совсем стабильны. Третье место. Агрофобия. Это полная противоположность к клаустрофобии. Агрофобы боятся больших открытых пространств и могут годами не выходить из дома. Второе место. Эргофобия. Боязнь работы. Оказывается, нежелание работать можно запросто списать не на лень, а на боязнь. Ну и первое место. Фобия, которая конкурирует с такими мастодонтами, как страх апокалипсиса или ядерной войны. Это номофобия. Страх остаться без сотового телефона и вне действия сети. По подсчетам психологов, ее жертвами скоро будет половина населения Земли. Номофобы боятся ходить в лес и в горы. В любые места, где нет сотовых вышек и сетей. Кому-то смешно, а люди страдают. И ведь всегда найдутся те, кто ради шутки или наживы, прикрывшись интересами науки или другой высокой целью, поможет нам пополнить этот своеобразный рейтинг. Орды упырей, которые шатаются по улицам опустевших городов. Что это? Фобия или реальный сценарий грядущего апокалипсиса? Патогенные зомби. Радиационные зомби. Зомби из космоса. Зомби порождения черной магии. Вооруженные зомби. Продукты биоинженерии. Зомби-вегетарианцы. Курицы-зомби. Кто из них нападет на нас первым? А также британские ученые против испанского инженера, который мечтает о ребенке от робота, созданного им самим. Разработка робота-ребенка, который обладает комбинацией вашего мозга, вашего физического генома, ваших черт, ваших эмоций, она уже возможна. Наверное, его кто-то наконец уже должен просветить. Детей рожают люди женского пола. Живые женщины на службе у проходимцев. Почему они считают себя абсолютно счастливыми? Как у них это получается? Они знают волшебные слова? Есть несколько таких ключевых слов, человек слышит и сразу, так сказать, дается. Вот антритическое, это однорели. Подробности совсем скоро, в засекреченных списках. Мы добрались до тройки лидеров современных безумств. Мертвые тела восстают из могил и атакуют живых. Следите за сообщениями на экране. Они будут обновляться по мере поступления информации. Не пытайтесь приближаться и контактировать с этими телами. Они являются крайне опасными. Таким образом, один телеканал в штате Монтана сообщил своим зрителям о зомби-апокалипсисе. Позже выяснилось, сообщение запустил хакер. Через несколько минут нормальное вещание было восстановлено. Однако граждане успели перепугаться до смерти и оборвать телефон местного полицейского управления. Все хотели знать, где находится ближайший эвакуационный пункт. Орды шатающихся по улицам опустевших городов упырей. Фобия, будоражащие, неокрепшие умы жителей планеты уже не первое десятилетие. Страх перед зомби-апокалипсисом на третьей строчке нашего топ-листа. В редакцию журнала Foreign Policy попал документ из секретной компьютерной сети Пентагона. Он называется «Конт-план 4-8-11». Результатом этого детального изучения стал эксклюзивный материал, который вышел под заголовком «У Пентагона есть план, как не допустить зомби-апокалипсиса». Шутки в сторону. «Конт-план 4-8-11» оказался инструкцией по выживанию во время атаки живых мертвецов. Этот план был разработан военным стратегическим командованием, и в нем рассматриваются несколько сценариев зомби-атак, угрожающих политической и экономической стабильности Соединенных Штатов. Я первый раз от вас слышал, что действительно вдруг начинается на государственном уровне охота на зомби. Ну, как бы за Трампа можно чего угодно ожидать. Человек, во-первых, с фантазией, во-вторых, непредсказуем. План Пентагона предусматривает несколько вариантов развития событий. Отработан и самый худший. Большое количество зомби съедает большое количество людей. Те, кто выжил, заражены. Иммунитет полностью или в значительной степени отсутствует. Найти эффективные меры противодействия практически не удается. Операция по истреблению зомби разбита на несколько этапов. Первым делом следует сформировать отряды противодействия. Затем сдерживать противника. Потом перехватить инициативу. Установить доминирование. Стабилизировать ситуацию. И, наконец, восстановить стабильность и деятельность гражданских властей. Факт существования документа Конплан 4.8.11 в электронном виде на защищенном сайте Foreign Policy подтвердил представитель Объединенного стратегического командования капитан Памала Кунц. Правда, военные утверждают, они выбрали образ зомби лишь с целью избежать политических намеков. Однако сложно представить, что китайские десантники или диверсионные группы исламистов будут действовать как стадо оживших мертвецов, бездомно прущих под пулеметный огонь, заваливая огневые точки своими телами. А ведь в документе предполагаемый противник описан именно так. В документе приводятся разнообразные варианты зомбирования. Военные теоретики разделили зомби на патогенных, радиационных, на зомби из космоса и на тех, кого создадут черные маги. К ним, вероятно, подключится биоинженерия и создаст свой вариант живых мертвецов. Но и в апокалипсисе непременно примут участие зомби, появившиеся в результате заражения болезнетворными микробами, например, зомби-курицы. Голливуд отдыхает. Такое впечатление, что люди, насмотревшись всяких таких фильмов ужасов голливудских, пытаются их перенести в реальность. Ну, для любого разумного человека это просто смешно. История человеческой глупости бесконечна. А вот американские ученые из университета Центральной Флориды настаивают. Зомби-животные и зомби-насекомые уже существуют. Причиной появления живых мертвецов может быть грипп-паразит кардицепс. Он захватывает контроль над биологическими часами пораженного организма. Это позволяет ему управлять поведением живого существа. Зараженные муравьи, к примеру, покидают свои гнезда и принимаются карабкаться вверх по деревьям, а затем погибают. Так неужели появление зомби-человека тоже не за горами? Смотрите далее в засекреченных списках. Тумблер в мозгу человека. Как заставить его охотиться и пожирать живьем себе подобных. Зомби. Все-таки правда или вымысел, который держит на плаву индустрию кино, комиксов и видеоигр? Есть впечатление, что люди, насмотревшись всяких таких фильмов ужасов голливудских, пытаются их перенести в реальность. Специалисты по искусственному интеллекту двинулись навстречу извращенцам. Робот сможет быть даже мамой вашего ребенка. Я подумал, могу ли я сделать так, чтобы она стала взаимодействовать с человеком? Наверное, его кто-то наконец уже должен просветить. Детей рожают люди женского пола. Во что теперь верят сектанты? Мир, который массово отшатнулся от Бога, он действительно начинает принимать все, что угодно. Хоть там религию джедаев. Самые шокирующие новости. От последователей укротителя хозяйки Медной горы и почитателей новубийской нации мавров. Расскажем все, что знаем, в засекреченных списках. Голливудский папа всех упырей Джордж Ромеро, подаривший миру в 1968 году «Ночь живых мертвецов», задал клише и рамки нового жанра – зомби-хоррора. Правда, своих разлагающихся героев творец называл нежно «Гоул» – упырь. А вот зомбировали его ходячих мертвецов уже журналисты. Каких только жмуриков кудесники Голливуда не выводили на экраны за долгие годы зомби-мании. Жуткие бегающие трупы в фильме «28 дней спустя». Соображающие упыри в земле мертвецов. Комичные обаяшки в живой мертвичине. Трогательные монстры в зомби по имени Фидо. И даже романтичные кадавры в картине «Тепло наших тел». Однако времена, когда страх и ужас от возможного зомби-нашествия можно было оставить в зрительном зале кинотеатра, давно в прошлом. Зомби-поведение проникло в реальность. Полицейские в Майами застрелили на улице мужчину. Он напал на бродягу и стал гладать его лицо. В буквальном смысле. У потерпевшего отсутствовали кожа на лбу, губы и нос. Чтобы обезвредить людоеда, потребовалось шесть выстрелов. Все чаще появляются новости, которые поневоле наводят на мысль. А вдруг они существуют? При этом никакие рациональные доводы уже не действуют. Англоязычное издание All Africa, специализирующееся на новостях континента, опубликовало статью, в которой рассказывается о двух женщинах, воскресших после смерти от лихорадки Эбола. Соседи то и дело замечают их слоняющимися по городу. Эй, эй, погодите! Он не мертв! Он не мертв! Его хотели захоронить, но он не мертв! Он рукой шевелит! Преподаватель Американского университета написал статью для либерийского издания Daily Observer. В нем он утверждает, что Эбола является результатом американских экспериментов с биологическим оружием. Это моя тетя. Она касалась пациентки больной Эболой. Она месестрой была? Повитуха. Италеди. Она через два месяца умерла. Беременная была. Тетя не знала, что пациентка болела. Доктор Сирил Бродерик подтверждает, определенные районы в Африке уже много лет являются полигонами для испытаний, связанных с новыми болезнями. А тут еще и новые исследования Тима Верстюнина и Брэдли Войтека. Диагностика зомби. Мозг и поведение. Из него следует, что в нашем мозге есть особые участки. Если активировать или, напротив, отключить их, к примеру, химическим путем, мы начнем охотиться и буквально пожирать живьем себе подобных. Грамотное воздействие к тому же повышает болевой порог, усиливает рефлексы. Это область мозга миндалина. Широчайшее поле для экспериментов разработчиков химического оружия. В США губернатор Канзаса Сэм Браунбек провозгласил, если вы готовы к зомби-апокалипсису, вы готовы ко всему. И поднял на учение взрослое население. А известные интернет-ресурсы и оружейные магазины активно торгуют антизомби-наборами из мачете, ножей и дробовиков. Неужели все-таки не зря? И дыма без огня действительно не бывает. Готовьтесь к худшему. И мы представляем оптик Planet Zero Kit. Набор предметов первой необходимости во время надвигающегося апокалипсиса. Вы знаете, когда к психиатру приходит человек и говорит, что он боится зомби-апокалипсиса, и это, в общем, занимает 24 часа в сутки, то это уже тема для обсуждения диагноза этого человека. Если это психотическое расстройство, то лечение несколько иное, чем в случае невротического расстройства. Если человек боится не полиции, если человек боится не хулиганов, не реальные угрозы, а боится зомби, конечно, психиатр должен высказать свое мнение первым. Вот одно из объявлений на популярном сайте. Что, если это произойдет? Что, если наши худшие опасения будут реализованы? Если мертвые придут, и за продолжение человеческой расы придется бороться ежедневно? Готовы ли вы защититься и защитить свою семью и друзей? Ваш лучший шанс заключается в наборе выживания. Два мачете и топор в суперпрочном чехле для переноски. С усиленной строчкой. Чтобы победить восстание зомби, мы должны работать вместе. Вооружиться и работать. Интересно, кого вы находите более убедительным? Далее в засекреченных списках. Испанский инженер создал себе женщину мечты, а теперь намерен стать отцом первого в мире ребенка. От андроида. Разработка робота-ребенка с вашими генами, вашими чертами, вашим психотипом уже возможна. Сержи Сантос покажет, как он собирается это делать. Эксклюзив засекреченных списков. Женщины-андроиды вытесняют путан из борделей. У нее даже спина крутая. Вот так в любую сторону крутить можно. Что остается их конкурентам из плоти и крови? Как сходят с ума охотницы за простым женским счастьем? Это лидеры сегодняшнего топ-листа. В 2007 году Дэвид Леви в своей книге «Любовь и секс с роботами» предсказывал, что первый брак между человеком и эротической игрушкой будет заключен в 2050 году. Похоже, он ошибся. Все произойдет раньше. Лет на 30. Прогресс несется семимильными шагами. И в робототехнике, и в секс-индустрии. Сейчас уже несколько фирм зарабатывают миллионы на куклах с электронной начинкой в натуральный человеческий рост. Они предназначены исключительно для любовных утех. Силиконовые подруги на прилавках не залеживаются, несмотря на высокую цену – несколько тысяч долларов. На второй строчке современных безумств мирового масштаба – секс-роботы. Не за горами тот день, когда прогресс в области высоких технологий позволит создать настоящих андроидов. Они станут настолько человечными, на ощупь, функционально и даже эмоционально, что многие люди начнут влюбляться в этих роботов, заниматься с ними сексом и создавать семьи. У человека есть всё-таки потребности в живом общении, в живых эмоциях, в любви, в том, чтобы быть любимым. Можно создать, наверное, прекрасные имитационные модели. Но я ещё раз говорю, искусственная пища, даже с какими-то замечательными запахами и внешним видом, она всё равно искусственная. И поэтому сегодня предполагать, что это будет вытеснеть нечто естественное, мне кажется, это гимнастика ума, просто упражнение в предположениях и не более того. Но именно в этом направлении движется создатель секс-робота Саманты и испанский программист Сержа Сантос. Недавно он заявил, что намерен завести с андроидом ребёнка. И сегодня подтверждает это в первом эксклюзивном интервью российскому телевидению с засекреченным списком. Я подумал о том, что её тело хорошо подойдёт для воплощения моей идеи, потому что её конечности очень хорошо двигаются, её суставы напоминают человеческие. Такие куклы можно легко приобрести в магазине. Это может сделать каждый. Они относительно недорогие. И я подумал, могу ли я создать что-то, что сможет взаимодействовать с человеком. Первое, что я сделал, я поместил сенсоры вот сюда, в лицо, рот, грудь, талию, руки и вагину. Поэтому она чувствует, когда в неё входят. Программист рассказал и показал нам, как Саманта работает в нескольких режимах. Сексуальном, семейном и дружеском. Робот, снабжённый искусственным интеллектом, может поддерживать разговор и сопереживать. Включаем. Привет, Саманта. Привет. Я только проснулась. Хочу немного побыть здесь. Расскажи мне шутку. Я думаю, ты хочешь переключиться на немецкий? Она спрашивает меня, хочу ли я перейти на немецкий язык. Нет. Тогда ладно. На самом деле это хороший пример, потому что я ещё работаю над ней. И последнее, что я сделаю перед тем, как начать продавать людям таких кукол, я удостоверюсь в том, что она может понимать речь лучше. Сантос уверяет, что Саманта стала первым секс-роботом с искусственным интеллектом. Это возвысило её над предшественницами. Пусть и привлекательными, мягкими на ощупь, вполне физиологичными в интимных местах, но бесчувственными, бессловесными, одним словом, глупыми куклами. Другое дело Саманта. Она интерактивная, вступает в разговоры, реагирует на прикосновения, обнимается, стонет и даже якобы получает удовольствие от общения с мужчиной. Окей, вы можете либо задать ей какие-то вопросы, либо просто трогать её. Вы можете даже поцеловать её. Сейчас её ротовые сенсоры отключены, но они здесь. Я сейчас их включу. Если бы я поцеловал её, она бы это почувствовала. Если хочешь, можем включить свет и посмотреть какой-нибудь ужастик. Тебе больше не будет одиноко. Ей показалось, будто я испытываю одиночество, или чувствую себя брошенным. Ей захотелось рассказать шутку об одиночестве, когда я угнил её. Мне кажется, это очень по-человечески. Испанец уверен, что андроид совсем скоро сможет даже родить. Ребёнок будет напечатан на 3D-принтере. Как можно получить ребёнка от машины? Фактически нужно создать очень похожего на тебя робота. Если говорить о зачатии, то это, конечно, более проблематично в техническом плане. Разработка робота-ребёнка с вашими генами, вашими чертами, вашим психотипом уже возможна. Это Кэтлин Ричардсон, профессор этики и культуры в области робототехники и искусственного интеллекта. Она работает в университете Дэм Монфорд в Лестере. А ещё борется за то, чтобы запретить таких кукол, как Саманта. Потому что уверена, это аморально. Помню, я говорила однажды с учёным-робототехником, которая создаёт настоящих роботов. У неё своя лаборатория и команда специалистов. И она мне сказала, если бы я хотела создать вокруг себя шумиху, я бы пошла в какую-нибудь газету и сказала, что создаю, скажем, робота-ребёнка. Сделала бы сумасбродное заявление. Но я не стану этого делать, хотя бы потому, что ребёнка-робота в принципе создать невозможно. Эта серьёзная дама давно хотела сказать, что думает об экспериментах Сантоса. Мне кажется, этому Сержи Сантосу пора бы понять. Не знаю, в курсе он или нет, что детей рожают женщины. Наверное, его кто-то наконец уже должен просветить. Детей рожают люди женского пола. Если я его встречу, я ему расскажу. Саманты уже продаются. Цена чуть больше трёх тысяч евро. По словам Сантоса, он реализовал уже 15 интерактивных кукол. Как индивидуальным покупателям, так и в борделе. Не так давно на выставке в Токио малоизвестная японская компания представила настолько суперреалистичного робота, что в сети до сих пор идут споры. А это точно машина? Отвечаем. Точно. Весной 2018 года он, вернее она, поступит в продажу. Пока только на внутренний рынок. Цена около 4 миллионов йен. Или 2 миллиона 121 тысяча 560 рублей за штуку. Приходит мужчина в секс-шоп и говорит, очень одиноко, хотелось бы купить сексуального робота. Ему говорят, вот бога ради, от самых примитивных до самых навороченных со всеми опциями, вот, пожалуйста, последняя модель с зачатками интеллекта. Заверните. Возвращаясь через 2 дня, я бы хотел бы вам возвратить покупку. Он говорит, что она вам не понравилась? Очень понравилась. Но почему вернуть? Отказала. Смотрите далее. Только в засекреченных списках. Секс с роботами запретить. Мужчин – осудить. А программистам – руки оторвать. Как женщины борются с потенциальными конкурентками. Японцы предпочитают роботов-любовниц. Китайцы берут андроидов в жены. Ученые говорят, через 50 лет роботы будут бороться за свои права. Это мрачный прогноз или оптимистичный? Узнаете из-за секреченных списков. Ведущие британские ученые всерьез выступают за то, чтобы законодательно запретить и секс с роботами, и их распространение. Руководитель инициативной группы доктор Кэтлин Ричардсон из университета Де Монфор. Если люди не общаются, если у них есть возможность спрятаться среди машин, если нет надобности решать проблемы с глазу на глаз, то они могут стать очень грубыми, злыми, жестокими по отношению друг к другу. Это означает, что человеческие отношения разрушатся окончательно. Недавно Кэтлин изложила свою позицию и на BBC. Ее главный аргумент – человечество попросту вымрет, если заменить нормальные отношения искусственными. Две вещи, невозможные без женщины. Секс, но для него теперь можно использовать робота, и проблема отпадет, и продолжение рода. А если для этого тоже удастся создать искусственную женщину, то так даже лучше. Есть даже такие активисты, которые так и заявляют. Вот было бы здорово, если бы вместо женщин однажды появились такие роботы. Опасения ученых-роботофобов далеко не беспочвены. Немецкий фотограф Сандер Хойн сделала проект о жизни довольно странной пары – Дирка и Джинни. 40-летний фрилансер Дирк считает, что Джинни – это человек, прибывший на Землю с другой планеты, и верит, что кукла любит его так же, как он ее. Я думаю, что и сегодня можно найти кучу, скажем так, психически странных людей, которые вступают в брак с муляжем, утащенным из швейной мастерской, или там с персонажем какого-нибудь эротического фильма. Думаю, никаких браков с роботом быть невозможно, кроме каких-то цирковых трюков, которые многие тяготеют. Сегодня Дирку приходится прятать Джинни от друзей и родственников, от своего ребенка и бывшей жены. Но он мечтает, что однажды сможет показать Джинни всем. Не надо забывать о том, что общество представлено самыми разными людьми. Есть одиночки – для них это, наверное, некий выход. Есть инвалиды – для них, наверное, это некий выход. Барселона – первый в Европе публичный дом с силиконовыми куклами вместо женщин. Один час любой из них обойдется в 80 евро. Хозяева «Люми Доллс» обещают клиенту полную свободу действий. И это главное преимущество. Поскольку бордель нетрадиционный, посетители могут позволить себе любую, даже самую безумную фантазию. Пока сотрудницу заведения всего четыре, но подобраны они с учетом самых разных вкусов. Одна напоминает героиню японских аниме. Есть европейская девушка, азиатка и представительница африканского континента. Для посетителей готовят специальные помещения с приглушенным светом. После визита очередного гостя кукла тщательно дезинфицируется для следующего клиента. Компания обещает полную анонимность и комфорт. Итак, секс-роботы шагают по планете. Правда, вот в Швейцарии попытка открыть секс-кафе с роботами потерпела фиаско. Автор идеи отправился искать счастье в Лондоне. Стоимость сеанса 60 фунтов. В зале будут огороженные зоны для особо стеснительных клиентов. Остальные смогут получить все услуги прямо у барной стойки. Интересно, как отреагирует на это Кэтлин Ричардсон и ее единомышленники. А в Южной Корее группа экспертов по заказу Министерства коммерции, индустрии и энергетики сейчас работает над кодексом, определяющим этику и мораль общения с роботами. Ученые из Великобритании считают, что через 50 лет роботы научатся бороться за свои права. Тем более, что в США это уже делает группа правозащитников из американского общества по предотвращению жестокости в отношении роботов. Да-да, есть и такое. Их лозунг «Роботы тоже люди». По крайней мере, когда-нибудь они ими будут. Смотрите далее в засекреченных списках. Хитромудрый гуру тантрического секса. Как превратиться из фитнес-инструктора Сережи в брахмана калладхарму. Моя секта – мои правила. Это такой типсет, который называется психокульты. Все они используют такие жесткие психологические методики для того, чтобы привязать человека к этим семинарам. Почему в 21 веке современные люди уподавляются первобытным племенам и начинают превращаться в животных? Расскажем в засекреченных списках. Великий человек пришел из Архангельска в Москву с рыбным обозом, чтобы стать, цитата, «святым наивысшим йогом, который находится в постоянном блаженстве». Сначала он устроился тренером по йоге фитнес-клуб с тантрическим уклоном. И тут 20-летнему юноше подфартило. Клиентки выстроились к нему в очередь, чтобы повысить свою сексуальность. Вот уже полтора года, как я живу в храме Самадхи, под защитой величайшего из людей современности. С вами, Митра Девананды Парамахамс. Конечно, это время не было простым и безмятежным. В первую очередь, потому что жилище Брахмана – это истинно святое место. Здесь нет места ошибкам. Греховному сознанию в стиле «своя рубашка ближе к телу». Конечно, на свободном поле возникают всевозможные тантрические, сексологические школы. Но как сексолог я вам могу сказать, что ничего нового там рассказать не могут. Секс-гуру берет, я думаю, просто дороже, но на самом деле никакого отношения к тантризму это не имеет. По учению Каула Дхарма, просветление можно достичь только через секс. А высшей формой просветления является его публичность. Адепты-гуру, в основном одинокие женщины с детьми, должны были беспрекословно подчиняться лидеру. А гуру с удовольствием использовал их и зарабатывал на них деньги, заставляя заниматься проституцией и сниматься в порнофильмах. На первом месте списка безумств современного мира – «Новые боги». Кумиры, которых сотворяют себе те, кто одинок, несчастлив или просто жаждет острых ощущений. Я была осуществлена возможностью подать заявку тебе, жене. Предприимчивый мужчина, которому адресовано это послание, так поверил в свое могущество, что провозгласил себя «брахманом». Представителем высшей касты в Индии, как только просветление накрыло его с головой, он взял имя, которое выговаривал только он сам. И даже поменял паспорт. Секта – это всегда очень жесткая организация с конкретным лидером. Это всегда там все объемлющие правила, когда все правила жизни расписаны, когда есть постоянный контроль, когда людей эксплуатируют. И, конечно, когда есть обман при верловке. То есть, приглашают в одну организацию, а на деле человек оказывается совсем другой. В интернете движение Сережи Брахмана позиционировалось, как модельное агентство. А новых последователей завлекали через соцсети. Мы живем в мире всеразволенности. Еще в свое время Честертон сказал, что когда люди перестают верить в Бога, они начинают верить во все остальное. И вот мир, который массово отшатнулся от Бога, он действительно начинает принимать все, что угодно. Хоть там религию джедаев. Девушкам приходилось прекращать любое общение с родными. Для каждой из сектанток в сети создавались страницы с преискурантом на интимные услуги. Нанимались визажисты, стилисты. Для них оплачивались пластические операции. Процесс был поставлен на поток. Всем привет! Сегодня я бы хотела немного рассказать о результатах исполнения Дхармы. О, пардон. В смысле, о результатах нахождения в секте и все такое. В предыдущем ролике я уже озвучивала о том, что мои доходы начали стремительно расти. В несколько десятков раз они превышают доходы несектантских родственников, друзей и так далее. В этом месяце мой доход составил несколько миллионов рублей. Точную цифру я, конечно, называть не буду, дабы некоторые хейтеры не наложили в штаны. Есть несколько таких ключевых слов, человек слышит и сразу так сказать дается. Вот тантрическое – это одно из них. Есть идея, что все восточное, индийское, оно замечательное, полезное, мудрое и во всех отношениях приносит много выгоды. Что совершенно неверно. Тантические практики всегда подразумевают собой групповой раствор. Как только секс-гуру заинтересовалась полиция, на него снизошло новое откровение – пора линять. Сектант-сутенер свернул всю деятельность в мытищах и вместе с последовательницами сбежал за границу. Но уже в сентябре этого года основателя секты Каулат-Харма Сережу Брахмана вместе с единственной законной женой экстрадировали в Россию. Сообщникам будет предъявлено обвинение. Но места просветленных пусто не бывает. В Москве задержали нового организатора секс-тренингов и его рабынь. Алекс Лесли – пропагандист свободной любви, организатор отвязных флеш-мобов и акций. Совсем недавно он стал участником скандала вокруг очередной пикантной фотосессии Анастасии Волочковой. Правда, эти кадры попали в сеть против воли танцовщицы. Опороченная дива намекнула. Об их публикации позаботился автор. Ее бывший любовник – блогер из Осетии Чермен Дзотов. Мужчина велозащищался. Говорил, во всем виноваты хакеры. Якобы они украли снимки с его закрытой странички в соцсети. Дзотов даже пообещал вручить 20 тысяч рублей тому, кто поможет их найти. В этот самый момент Алекс Лесли неожиданно объявил себя главным действующим лицом на шумевшей фотосессии. Все меня знают, как известного секс-тренера. Это я был с ней на фотографиях. Я это снимал. Я записывал это видео, чтобы показать Насте ее ошибки в сексе, чтобы скорректировать ее, чтобы ее уровень, как любовницы, рос вверх. А вот причиной недавнего и тоже скандального столкновения Лесли с полицией стали куда менее известные барышни. Он не подумал, что с задержанием обернется встреча в гостиничном номере сразу с тремя девушками. Сотрудники правоохранительных органов нагрянули неожиданно и прервали оргию. В сопровождении полицейских из комнаты вышли сам Алекс Лесли, а также три его рабыни – Саша Травка, Настя Рыбка и Мария Миша. Так, ну что, котята, всем привет. И я чувствую, что сегодня будет очередной бомбящий жаркий выпуск. Алекс нас учит правильно общаться с мужчинами, быть свободной, раскрепощенной, счастливой. Это такой типсет, который называется «Психокульты». Все они используют такие жесткие психологические методики для того, чтобы привязать человека к этим семинарам, для того, чтобы он ходил на следующие ступени, потому что он вновь оплачивал. И вновь, то есть, фактически человек делает это зависимым от этих семинаров. Полная раскрепощенность – вот чего требует Лесли от своих последовательниц. Женщина-рабыня, мужчина-властелин. Воспитанные Алексом Лесли девушки без зазрения совести устроили в центре Москвы своеобразный тренинг. Занялись сексом на набережной с первым встречным. Саша Травка и Настя Рыбка утверждают, что выполняли приказ своего наставника – Алекса Лесли. Он якобы наблюдал за происходящим по видеосвязи. Лесли открестился от публичной акции на набережной, и полиция его отпустила. Смотрите далее. В штате Джорджия арестован император Рамзес II. Тот самый. С памятника в Луксоре. Богом Тихоокеанских островов стал Джон из страны USA. На Урале объявился толкователь полотен Рерихов. И по совместительству хранитель секретов хозяйки Медной горы. А также огневушки-поскакушки с великим полозом. Он обещал раскрыть рецепт превращения фекалий в золото. Знаете, сколько у него адептов? Расскажем прямо сейчас. О боги! Лидеры засекреченных списков. Высокоразвитые цивилизации неусыпно наблюдают за землянами. Целый флот межпланетных кораблей бороздит космические просторы Вселенной и собирается забрать к себе землян перед концом света. Кто удостоится такой чести? Это будут именно те земляне, которые объединились вокруг Ива Бенда. Это предприимчивый чешский гуру, который утверждает, он получил всю информацию, что называется, из первых рук. От самих инопланетян. Отец-основатель оккультно-языческой секты на Урале, челябинец Владимир Соболев, долго не думал. Немного мистики заправил оккультизмом, добавил щепоть православия и горсть русского язычества, для серьезности приправил учением рерихов и догмами зороастризма, а для доступности вылил все это в малахитовую шкатулку Павла Бажова. И вот уже новоявленный мессия легко находит слушателей для своих проповедей. Так в Екатеринбурге появилось мистическое движение бажовцев. Они поклоняются хозяйке Медной горы, покорителю Сибири Ермаку и мистическому Ленину, а также проводят сеансы телепатической связи с помощью шаманизма. Наивные люди думают, что произведение Бажова – это всего лишь детские сказки. Но бажовцы так не считают. Хозяйка Медной горы – это владычица Урала. Она может все, даже при помощи психической энергии, превращать фекалии в золото. Она богиня земли нашей. А великий полос, бабка-синюшка, огневушка-поскакушка – другие персонажи бажовских сказок – ее верные помощники. Как это и принято у всех пророков, Владимир Соболев назвал себя воплощением Конфуция и предсказал конец света. Он случится после нашествия так называемых астральных микробов, которых завезут американские астронавты из космоса. У каждого человека есть свои фобии. Главное – задействовать как можно больше, поэтому авось кого-то удастся таким образом вовлечь. 135 лет за растление малолетних и финансовые махинации получил бруклинский музыкант, основатель своего лейбла, продюсер и гуру странной религии нуваобианизм – Дуайт Йорк. Кроме того, по заверениям самого гуру, он является воплощением Рамзеса II, что и послужило, по его словам, основной причиной ареста. Нуваобианизм – гремучая смесь средневековых мифов, религиозных идей, течений, легенд. Его последователи построили древний египетский тематический комплекс под названием Тамаре в штате Джорджия и сменили название на объединенную новобийскую нацию мавров. Приверженцы этой религии считают, что Никола Тесла прибыл с Венеры, а человечество стало результатом генетических экспериментов над Homo erectus. В прошлом люди были только одного пола – женского. Мужчины появились в результате генных экспериментов. У каждого человека в мире есть как минимум семь клонов, но все они живут в разных местах планеты. Эстетически поклонники этого культа предпочитают древний египет и доказывают, что египтяне были черными и создали цивилизацию, а нуваобунисты являются их прямыми потомками. При всей своей абсурдности религия держится на плаву и по-прежнему привлекает все новых и новых последователей. Недавно несколько мощнейших умов, причем пользуясь научными выкладками, предположили, что через примерно 500 лет человечество может встать перед проблемой необходимости переселения на другую планету, потому что эта планета будет представлять собой страшную радиоактивную помойку. На мой взгляд, это бесплодные рассуждения. Наш разум не в силах осознать то, что будет через 5-6 веков. Мы не можем этого точно знать. Жители Тихоокеанских островов жили себе спокойно, охотились на зверя, сияли зерно, боялись ураганов и внимали своим шаманам. Пока в середине 20 века на островах не появились американские солдаты. Аборигены приняли их за богов. Так на островах Тихого океана родилась целая группа религиозных движений. Культ даров небесных. Религия самолета-поклонников — культ карго. Американцы вскоре покинули остров, оставив дикарям мечту и надежду на новое путешествие. В ожидании белых людей, самолетов и карго, дикари строят из кокосовых пальм и соломы точные копии взлетно-посадочных полос, аэропортов и радиовышек. А еще регулярно проводят строевые учения и потешное подобие военных маршей. Вместо винтовок они используют ветки, рисуют на теле ордена, пуговицы и надписи «ЮСАЙ». Вырезают из дерева модели электрогитар, с помощью которых пытаются наладить разговор с духами. А главное, они убеждены, что действительно слышат голоса предков. Любой мистический культ предполагает своего пророка. Из всех имен американских солдат, жителям Вунаута удалось запомнить только имя Джона из страны «ЮСАЙ». «Джон Фром ЮСА». Так и появился собирательный образ Джона Фрума, который спустя поколения превратился в метафору великого предка. Зажигая факелы на соломенной взлетной полосе, дикари верят, что величественный Джон Фрум взирает на них с небес. Если все ритуалы будут совершены красиво и по закону, Джон прилетит и раздаст добрым папуасам вкусные консервы и удобные палатки. Современная цивилизация ищет острых ощущений. Как иначе расценивать все эти эксперименты с телом, с чувствами, с полом и даже с судьбой? Они перекраивают лица. Жанятся на ком попало. Мужчины на кобрах и на роботах, а женщины от скуки сами на себя. Некоторые толпами выходят замуж за того, кто пообещает духовное просветление в частном борделе. Кто-то меняет пол, а потом отчаянно призывает всех остальных на курсы толерантности. Кто-то идет на любые жертвы, лишь бы стать похожим на Барби или Кена. Человек способен поверить в самый невероятный и бредовый сценарий счастливого мироустройства. Когда кто-то в очередной раз называет себя гуру, вождем или главным по тарелочкам, к нему непременно выстраивается очередь страждущих. Их страхи, обиды и отчаяние, вожделение или просто праздное любопытство – главные союзники любого авантюриста и манипулятора. И если манипуляторов вроде Брахмана Сережи из Хабаровска или нового Конфуции из Челябинска Владимира Соболева можно вывести на чистую воду, то с мастерами провокаций, которые манипулируют целыми странами и народами, все гораздо сложнее. Субтитры создавал DimaTorzok